Уважаемые телезрители, в условиях карантина и мы работаем удаленно, и поэтому имеем возможность со многими нашими респондентами общаться только по телефону. Глава администрации поселка Цандрипш также рассказал о сложившейся ситуации на месте по видеозвонку. Администрация тоже старается, когда получает данные о вновь прибывших гражданах республики, которые проживают в Цандрипше, где они по месту проживания, где проживают там с родственниками на связи, соблюдают ли карантин соседей, спрашиваем. По мере возможностей тоже стараемся как-то это на контроле держать. То, что касается продуктовых магазинов, аптек, магазинов, где продают химию, то там тоже люди стараются, насколько это возможно, выйти на стражи, то есть в масках, в перчатках, дезинфицировать что-то. Все по мере возможностей. Паники как таковой в Цандрипше пока не наблюдается. Только опаска такая, что дальше ждет, что дальше будут продлевать этот карантин, какая ситуация будет дальше, что будет происходить с летним курортным сезоном. Так как здесь поселок больше ориентирован на туризм, и поэтому люди с опаской на это смотрят. Все это имеет место, переживания, все эти, они обоснованы и уместны, так как мы пока на эти вопросы тоже дать ответы не можем, потому что ни от нас это зависит. И как будут в дальнейшем развиваться события, мы тоже не знаем. То, что касается гуманитарной помощи, ну она не гуманитарная. Это в данный момент, сейчас, вчера и сегодня производится, такие мероприятия проходят, что мы, администрация, изыскала средства, закупили продовольственные товары. И стараемся уделить внимание, помочь, то есть тем людям, которые живут одинокие, дети больные, которые остро нуждаются в этом. Вчера были, значит, некоторые семьи уже объезжены, кому предоставили помощь. Сегодня еще порядка сорока семей мы объедем и предоставим им помощь. Есть в поселке, вот в данный момент, который обратилась ко мне в администрацию, сказала, она уже сама более 20 семей объехала острых, нуждающихся это. И поэтому Асян, хозяйка сети магазинов «Успех плюс». Она, кстати, там, где бизнес-люди принимали участие в денежных эквивалентах, где помогали координационному штабу, она тоже приняла там участие. И здесь она подошла и говорит, дайте мне тоже списки, я тоже буду говорить по мере своих возможностей, помогать остро нуждающимся людям. Ну, я слышу здесь, пока сам не видел и не разговаривал с ними, не подходили. Я пока еще не видел, есть еще и деньги, люди, которые инициируют такие же вещи, помощь там от себя, там, круга друзей, наверное, которые инициируют помощь, там, оказать нуждающимся людям. Ну, с ними тоже будем встречаться, с ними тоже будем разговаривать, чтобы все это было как-то единым базовым центром, чтобы не получилось так, что кто нуждается, один может трижды получить эту помощь, а другой ни разу не получил. Чтобы вот этих моментов не было, думаю, соберем и сделаем хорошую базу данных. Вчера там с Кагри нам была помощь оказана для остро нуждающихся, там, вот там ребята у нас занимаются тоже, они оказали на три семьи помощь нуждающимся. То есть, пока, пока, так, ситуация под контролем. Если, правда, это все затянется, не знаю, как дальше будет, но если на этом этапе, пока все под контролем. Скажите, пожалуйста, вот объекты дезинфицируются, скажем, здание администрации, милиция, поликлиника, вот как вот с этой ситуацией? Что-то уже продезинфицировалось. В планах было сегодня большую часть объектов и жилых домов, а вот особенно квартирных, подъезды продезинфицировать. Но так как с утра была плохая погода, говорят, плохую погоду дезинфекция особого эффекта не даст, но мы ее отложили на следующий день. Но сейчас погода наладилась, возможно, это будет завтра. Ну, я думаю, в летающие дни мы это еще сделаем. Но да, администрация Гагры нам помогает, Гагрского района в лице главы администрации, исполняющей обязанности главы администрации. Но мы там каждый день разговариваем, коортинируем свои действия, поэтому, я думаю, в этом тоже проблем не будет. Используя лахкай, это будет дараться.